Я и Мэй Поп-роки, электроники, певица в новом альбоме пришла к насыщенному инструментальному звучанию. Мы перестали экспериментировать и записали именно то, что требовали песни. Именно в том звуке, который я для себя видела давным-давно, комментирует новый альбом Татьяна Зыкина. В музыке, как и в жизни, самая большая роскошь быть самим собой. Мне кажется, это внутренний долг каждого автора. Услышь меня, моя мечта, я тут, я там, водопадами. В этот миг лынет счастье на домах. Там, где мы ждали листопадами, ждали снегопадами. Но в этот миг звезды нам дарим шанс. Татьяна, вы помните тот нежный возраст, когда вам было 7-8 лет? Что происходило с вами? Вот как раз возраст 7-8 лет, это и был тот самый возраст, когда я все-таки два года походила в музыкальную школу. После этого музыки профессиональной в моей жизни не было до последнего момента. И поэтому как раз 7-8 лет первый класс, второй класс школы были параллельно и занятия в музыкальной школе, и дома, естественно, фортепиано лабаешь там, когда по своей воле, когда я из-под палки. Но справедливости ради нужно сказать, что родители меня никогда не заставляли и не принуждали. И когда я во втором классе сказала папе, что я больше не хочу возвращаться в музыкалку, он меня переспросил, уверена ли я, и мы решили, что пусть будет так, как я хочу. Поэтому музыка в мою жизнь, она и вошла, и профессионально покинула тоже исключительно по моей воле. Не было такого, что меня кто-то заставлял. А кроме этого, если честно, я свой ранний школьный возраст вообще не помню. Я помню, что, ну, как все дети, ходила, дружила с кем-то там, с Ленкой с 9 этажа. А так, чтобы чем-то увлекаться еще, пожалуй, нет. Ну, вообще школа, мне кажется, одно из самых тяжелых таких вот испытаний в детстве. Потому что ты не совсем понимаешь, зачем все это надо. Тебе это все неинтересно, ты хочешь заниматься совершенно другим. Но почему ты ходишь, все ходят, и это занимает гигантское количество времени твоей жизни. И вот, наверное, школа, она так поглощает очень сильно внимание детское. Нужно все успеть, нужно везде как бы мозгами проникнуть, все понять, и потом сдавать какие-то экзамены, там, получать какие-то оценки в четверти. Поэтому, мне кажется, сложно вообще в 7-8 лет чем-то, кроме школы, еще заниматься. Но вот я позанималась немножко музыкой, быстро устала от нее и покинула, в общем, эту сферу. Под кружевом из мелочей, сплетений и случайностей, Ты мой, я твой счастливый случай. Ты каждым кадром здесь во мне, От запахов и слов во сне, И до следа часов наручных. Я так хочу тебя в свою историю водопадами. В этот миг хлынет счастье на дома. Там, где мы ждали листопадами, Ждали снегопадами. Но в этот миг Звезды нам дали шанс. Когда была написана песня «Водопады»? Песня «Водопады» она времен 2007-2008, начала 2008 года. Я не уверена, но где-то вот вокруг этого, потому что я помню, что Я еще в Москву приезжала набегами, И у меня выдался один свободный вечер, Когда была поставлена задача, Что нужно написать песню для фильма. Позитивную. Что для меня уже тогда было не свойственно. Я говорю, ну хорошо, позитивную ты позитивную, Сочиним. Вот. И она была написана, ну не то что на коленке, Но так, достаточно легко она мне далась. И, конечно, забавно, что, ну это, наверное, Судьба каждого творческого человека, Когда он хочет, чтобы его совсем не через это знали, Чтобы его совсем не через это помнили, И чтобы совсем не это была его визитная карточка, А получается именно это. Я помню, как сказала Маша Макарова в одном интервью, Когда еще вот Люба-Любочка-девочка Ленточка в косе, у них была на волне, И было интервью, по-моему, журналу ОМ, Где Маша рассказывала, что у нас была куча песен, И вот Любу-Любочку мы написали там в последний момент, Когда уже закрывали, значит, сдачу альбома, Буквально там написали на коленке, И кто бы мог подумать, что именно это, Этот бред, как музыкальный, Что он будет нашей визитной карточкой. Вот я думаю, такая ситуация постигает Такой рок очень многих. То есть ты на песню, к песне вообще всерьез не относишься, Ничего от нее особенно не ждешь. Но вот что-то в ней такое происходит, И как-то складываются вокруг нее события, Административные, музыкальные, И ситуация какая-то, вот, общемузыкальная складывается На радио, там, на телевидении, Что вот именно эта песня вдруг попадает В какую-то струю. Для меня она по-прежнему немного чужая и не моя, Потому что я на самом деле не думала, Что я ее буду сама петь. Ну, она для меня как, Даже не как приемный ребенок, Я даже не знаю, с чем сравнить. Но это какое-то странное существо, Которое живет рядом со мной. Иногда его нужно будить и показывать. Водопадами, в этот миг, Увы, нет счастья на дома, Там, где мы ждали листопадами, Ждали снегопадами, Но в этот миг, Базируется на западных аналогах. У русских музыкантов есть свой путь? Да или нет? И если можно, поподробнее, пожалуйста. Я не знаю ни одного музыканта, Кто бы осознанно, например, сел, Наслушался бы пластинок, До отказа наслушался. И сел потом сам бы писать. То есть все равно это влияние, Оно происходит подспудно, И ты не всегда можешь заметить, Что вот ты здесь украл, Здесь украл, Здесь ты услышал, И точно так же скопировал. То есть это же происходит как, Точно так же, Как, например, Чувство юмора у человека. Оно складывается из книжек, Которые он прочел, Чужих книжек, Шуток, которые он услышал от своих друзей, От юмористов по телевидению. То есть это как бы совокупность Очень многих сложных факторов, Которые в конце концов Становятся индивидуальным почерком человека. Даже если он очень, Ну, очень, например, смешной. То есть чувство юмора, Оно же тоже складывается Из влияний. То есть это же не просто Вдруг раз, И что-то совершенно самобытное. И точно так же чувство музыкальной красоты, Мне кажется, складывается Из кучи музыки, Которую ты слышал прежде. И я не знаю ни одного музыканта, Кто бы осознанно, Он, конечно, никогда бы даже не признался в этом, Но осознанно бы что-то там передрал. Хотя нет, знаю, конечно. Есть конкретно плагиаторы, Которые, ну, Они знают, что их рыльется в пушку. И если набрать в Ютьюбе Их имя и слово плагиат, То выплывет Много роликов, Обличающих. Такое есть, Но это уже криминалка, До мой взгляд. А если говорить о том, Что нет русской самобытности, Тут я не соглашусь, Мне кажется, Если послушать, Предположим, Музыку, Которая Выросла вот прям Из американской земли, Как вот Та же самая Котория Эймос, Для меня она очень американская. Именно в плане Этимологии такой, Ты слышишь, Что это не попс, Ты слышишь, Что это скорее Из народной музыки Что-то вышло. У нее и самой Есть индейские корни, У нее бабушка, По-моему, Чироки. И этот человек Выросший на американской музыке И на американской земле. Так вот, Почему я говорю про Тори? Если сравнить, Если даже усилием воли Попытаться написать Что-то похожее По мелодике, По фразировке, По всему, Похожее на Тори Эймос, На очень американскую музыку, У тебя не получится, Потому что Ты, как русский музыкант, Вскормлен, И у тебя, Как бы, Родовая память в голове, Она совершенно другая, Музыкальная. Русская мелодика В русских песнях, Как бы они не пытались Быть похожими На западные песни, Как бы они не пытались По аранжировке, По клипам, По внешнему виду исполнителя, По манере, Вот, маркетинга, Как внедряется музыкант Этот, В шоу-бизнес, Как бы они не пытались Быть похожими, Повторять западные технологии, Не получится, Потому что Сама русская музыка, Она по-другому Пишется, Она из другого Произрастает, Она совершенно На другой мелодике. И это живет где-то у нас в голове Глубоко-глубоко. Не то, что человек в детстве Слушал очень много народных песен, И вот сейчас он пишет современную музыку, Но на народных дрожжах. Совершенно не так. Но, тем не менее, Вот это музыкальное чутье И какой-то вот свой язык музыкальный, Он у каждого народа сидит, И он свой. Теплым молоком по губам Я к тебе летела, как бомба Набирай сил мне прыжка Я тебя просила, как кошка Забери меня от меня Убери меня от меня Я к тебе летела, как бомба Я что только не делала Но все загублено И это моя вина Да ради Бога, говори, говори, говори Но как нам жить теперь Надо было в Питере петь Да ради Бога, говори, говори, говори Глубные шаги, где были мои мозги Да ради Бога, говори, говори, говори Но ты-то ты-то кто, что ты ведь этим не в лицо Ты-то ты-то кто И поэтому даже при большом желании Никак мы не сможем написать песню, Которая будет похожа Ну, на какую-то американскую или английскую Например, именно по мелодике Почему так сильно ярко выбиваются треки, хиты, которые пишутся для русских исполнителей западными композиторами? Ну, я знаю там, что много хоп-артистов сейчас прибегают к помощи авторов американских, в частности хип-хоперов и аранбишников Очень сразу слышно, что не нашего пера мелодия, не нашего Слышно очень явно и тут ни с чем не перепутаешь Понятно, что, в общем, те же самые семь нот Те же самые аккорды, гармонии, не бог весть какие И английская, и американская музыка гораздо беднее гармонически, чем русская, гораздо беднее Ну, на мой вкус Но слышишь, что не наш почерк Да-да-да или после Будет тебя никто не спросит Будет это до или си От тебя уже не зависит Кровь мою качала весна С самого начала все ясно Если я задумала, то будет И если я задумала Всё так угодно и это моя вина Да ради бога говори, говори, говори Но как long И теперь надо бы терпеть Да ради бога говори, говори, говори Другие шаги, где были мои мозги Да ради бога говори, говори, говори Но ты, да ты, да кто, что ты хотела, теперь и всё Зрители программы «Время и место» должны сами для себя решить, есть ли у нас сейчас в стране, в музыкальном мире, то наше ни на что не похоже. Что значит «не нашего пера»? Есть конкретный пример? Дима Билан, который очень много выпускает песен западного, ну, композиторы западные пишут, они, безусловно, хитовые, тут вопросов нет. Но ты сразу же вычисляешь, что в них русского нет ничего, кроме разу, что языка и текста, который, в общем, там, прилебен, на мой взгляд, очень абы как сверху положен на эту музыку, лишь бы чего лежало. И я считаю, что в этом отношении у русских музыкантов есть свой язык, и его не может не быть, потому что это не вопрос разумного подхода и какого-то там целенаправленного, это вопрос того, что мы не можем в себе перебороть, даже если очень захотим. Это вот русскость в мелодике, она всегда присутствует. Я ухожу, в крайнем случае вернусь, геймболл-сет, индейка или гусь, кирпич или батон, и не против тяней, а бичевый пакляни давятся педали сами с собой. На кухне объявляется отбой, мы в последней ссоре, обувь в коридоре, пара слов до взрыва промолчали малость, Я, наконец, уйду, в крайнем случае останусь. Всё, теперь война, и это твоя вина. Да ради бога, говори, 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 как нам жить теперь, надо власть и терпеть. Да ради бога, говори, 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 чем я думала, и зря я тогда пела. Да ради бога, говори, 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 Вы помните, как вы написали свою первую песню? Ну, первая самая песня была написана исключительно как техническое задание, данное самой себе, потому что мне стало интересно, как это всё делается, мне стало интересно, как сделать красивую мелодию, как сочинить интересные такие цепляющие стихи. И, наверное, именно поэтому мои первые песни, они очень похожи на... Они очень развернуты к слушателю, они очень хотят нравиться, они очень хотят запасть в душу. У них есть вот такой момент, за что я их и не люблю. А началось всё с того, что я вдруг очень сильно воспылала таким... Ну, воспылала, со словом, немножко ироничное. Очень глубоко почувствовала музыку, очень глубоко она меня тронула, когда я первый раз послушала Тори Эймос. И меня это очень глубоко тронуло и перевернуло всё моё сознание. И я считаю, что и жизнь моя, по сути, тоже, потому что если бы этого не было в моей жизни, зимой 97-го года, то я была бы другим человеком, не занималась бы сейчас тем, чем занимаюсь. И меня очень впечатлила музыка. Я поняла, что песни способны заставлять по-настоящему серьёзно... Ну, что в песнях может быть серьёзная драма, что в песнях может быть большая серьёзная боль, что это не только развлечение. Хотя я и до Тори Эймос слушала много хорошей музыки, я слушала много американского рока такого. Рок остался, наверное, со времён Аленнис Моррисонт и Кренберри, с моей жизнью он остался в прошлом. Потом я больше стала любить такую музыку поспокойнее, как Тори, или как какой-либо трип-хоп, что-то такое более вдумчивое. И вот когда я поняла на своей собственной шкуре, как слушатель, как чужая музыка может глубоко тебя трогать, я какое-то время отходила от этого впечатления. Потом, когда успокоилась, я подумала, а может быть мне попробовать что-нибудь в этом роде тоже сделать. И начала писать песни потихонечку. Как же говорить прости каждый новый раз? Думая, что один тема закрывается, значит не считается. Мне бы твою веру, что главное раскается каждый новый раз. Мне бы твоя лёгкость. Мне кажется, человек на концерт приходит по разной причине. Зависит от того, на какой концерт он приходит. Очень много развлекательной музыки. И чем дальше, тем её становится больше. И чем дальше, тем более развлекательной становится музыка, которая, по идее, призвана наоборот для того, чтобы задумываться, чтобы у людей духовную какую-то работу вызывать. Если раньше был большой пласт независимой музыки, рок того же самого опять, и все эти песни, они были призваны заставлять людей думать, заставлять людей как-то мобилизоваться внутренне. А сейчас, как мне кажется, и рок во многом стал обслуживающей музыкой, обслуживающей население, которое хочет развлекаться. Поэтому куча концертов, куча музыкантов и людей, которые ходят на их концерты, с тем, чтобы просто забыть о тяготах жизни и быта. Мышцы совсем не тем, время ушло на мысли пустые, на берег, по-пара-ра-ра-па, по комнате, на взгляды на часы, и на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-листы, и на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на- Я, например, про себя поняла, что мне не требуется яркое первичное одобрение людей. У меня нет потребности выйти на сцену, спеть песню и увидеть, что всем так понравилось. Или, например, выпустить в интернет, как это сейчас делается, альбомы, треки свои, и тут же всем принести радость и поставить себе на рингтон, и это будет так все здорово, и поползут косяками в мою фан-группу люди зачисляться. Я совсем другое удовольствие от музыки хочу получать, от своей музыки, поэтому от песен, кричалок, позитивных, простых, развлекательных я ушла и достаточно далеко. Если говорить о том, зачем люди приходят на мои концерты, как мне кажется, все-таки приходят люди, которые знают материалы, которым интересна эта музыка. Они приходят для того, чтобы это еще раз услышать вживую, чтобы еще раз это прочувствовать вживую. Я знаю, что это для меня очень важный критерий, когда музыка прошибает на слезу, потому что я сама из тех, кто много лет над собственными же песнями рыдаю каждый раз, но не на сцене, конечно, тут я умею сдерживаться, но в принципе я склонна так к сантиментам. И если это трогает настолько людей, это бередит какую-то их внутреннюю боль, которая хочет, чтобы ее побередили немножко. Но бывает же, что иногда хочется самого себя поцарапать в сердце. Мне кажется, они приходят за такими эмоциями, не за тем, чтобы расслабиться и забыть о плохом. Точно не за этим. Я хочу стать частью этой осени Забраться в свой овраг Или стоять, как Маяковский На шумном перекрестке Для всех ветров распахивая бронзовый пиджак И перестать надеяться, но я не знаю, как Песня «Я хочу стать частью этой осени» Зрелое произведение А вам хотелось что-то изменить, переписать, переделать в этой композиции? Там больше ничего ты не хочешь в нее вписать Ты не хочешь ничего еще сказать Ты не хочешь на концерт ничего к ней прикрутить Там никак по-другому ее представить То есть она абсолютно находит свою форму идеальную для этой самой песни С песней «Я хочу стать частью этой осени» И именно это и произошло Мне странно слышать от людей административного звена нашего бизнеса Что это поп-песня Если ее переложить на «Унц-Унц» И сыграть с гитарами по запилисти, по мейнстримове То, может быть, и будет какой-то попс Но для меня она очень изнутри меня извлеченная И мои любимые строки из нее Они для меня до сих пор, как для постороннего человека, очень значимые и яркие Я когда их внутри себя проговариваю Мне очень радостно, что это мне пришло в голову, а не кому-то еще Ну, в общем, это было бы даже неважно, если бы кому-то еще пришло Я бы точно так же с интересом и любовью слушала, как он это сочинил Думаю, вот собака, это хорошо, это хорошо сказал Я надеюсь никогда не утратить способности эту И как бы вот этот рефлекс, когда ты пишешь И автоматически ты стараешься, как слушатель, это все воспринимать И перестать надеяться, но я не знаю как Я хочу стать частью этой осени Листом в ее руке Хочу остаться в ней навеки В гнезде на верхней ветке Глядеть в ночное небо Через щели в скорлупе Время и место Россия Есть ли у вас пожелания к людям и стране, в которой вы живете? Я бы хотела Даже, наверное, не столько пожелать Сколько я просто хотела, чтобы Люди занимались своими делами Чтобы они обустраивали свою жизнь Свою маленькую Как у каждого из нас Маленькие жизни И чтобы в этой самой маленькой жизни Каждый постарался быть счастливым Каждый постарался Делать то, что он хочет Это очень большая роскошь Это очень непросто делать то, что тебе нравится Чувствовать вкус к труду И к служению Во всех смыслах этого слова Удовольствие от того, что ты приносишь кому-то пользу И что ты кому-то люб И ты кому-то важен Чтобы это удовольствие Испытал каждый, каждый, каждый человек И если каждый человек Будет не лениться, трудиться На свое собственное счастье То в общей сложности Я думаю, все будет хорошо У этой планеты А наша программа Встретится с вами В нужное время И в нужном месте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok